Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Сегодня я хочу, ребята, с вами пообщаться и, например, вы же знаете, что есть предметы, к которым ставят вопрос «что?», а есть живые существа, которым ставят вопрос «кто?». Итак, посмотрите внимательно на первую картинку, где про огурец читаем мы. Ну вот, например, я даже прочитаю этот стишок. «Огурец, огурец, не ходи на тот конец, там волки живут, тебе хвостик отгрызут». Итак, давайте посмотрим на эту картинку, что мы видим, и расскажите, какой здесь вопрос можно поставить. «Что?». К чему этот вопрос поставить? «Что?». Внимательно рассмотрите. Давайте я все вам назову. Цветочек голубой, цветочек белый почти, цветочек розовый с красненьким, да? Там пять таких лепесточков, и цветочки такие бледно-розовые. Так, дальше мы видим еще травку, еще желтые цветочки видим, да? Вот все, что мы увидели. Так, еще мы видим, вот что-то там такое видим на шляпе у огурца, на котором мышка сидит. Так, вот у меня такое воображение, что это вроде бы как на небе луна, а на луну залезла мышка и сгрызла там часть от луны. Ну, это у меня такая фантазия. А вот что вы увидите, я не знаю, но наш вопрос. К чему можно поставить вопрос «что?». Итак, я так и слышу, что кто-то из вас сказал, что это огурец, что это шляпа, что это василек цветок, что это бело-голубой цветок, что это красно-розовый цветок, что это бледно-розовый цветок, какой-то даже он, ну, мне так вот кажется, что он, ну, как немножечко так, кофе с молоком. Что это травка, да? И что это луна, вроде бы как у меня. Что это хвостик у огурца, да? А теперь еще раз внимательно посмотрим и послушаем стишок еще раз. Огурец, огурец, не ходи на тот конец, там волки живут, тебе хвостик отгрызут. Итак, кто-то в стишке заметил слово «волки». А какой к нему вопрос мы поставим? Кто или что? Правильно, это кто? Потому что это волк, он живой, да? Он бегает, он ищет себе пищу в лесу. Да, правильно, кто-то сказал. Вот оса летает над огурцом. Правильно, это тоже кто? А кто-то говорит «мышка», вот которая залезла на нашу луну. Ну, мне так хочется видеть, что это вроде бы луна. Вроде бы как мышка, часть луны залезла туда и скрызла, да? Своим хитреньким носиком и мордочкой, да? Вот такая она нюхала, да? А может это там сыр? Ведь мышки сыр любят. И что? Луна похожа на сыр, и она ее съела? Ну, пускай будет так. Так, хорошо, тогда скажите. А, вот мы видим мишку, лисичку, зайчика, ежиков. К ним какой вопрос ставим? Что? Или кто? Да, вот, ребята, кто-то прямо так и там кричит, я слышу, что это вопрос «Кто?» Кто? Мишка? Кто? Зайчик? Кто? Лисичка? Кто? Ежики? А почему кто? Потому что они живые, они ходят, они бегают, они кушают, да? Поэтому к ним ставим вопрос «Кто?» Итак, ребят, ну хорошо, про огурец мы прочитали, да? Услышали, что огурцу угрожает опасность от волка, да? А, неужели волки питаются огурцами? Вот интересный вопрос. Ну, ладно, если так сказал Пэт, значит, у него волки хвостик могут отгрызть. А давайте смотрим на картинку, где звери сидят под плетнём. Посмотрите, почему это плетень? Потому что из веточек, да, переплетены эти веточки. Они колышки переплетают. Есть колышки? И между колышками пропускают веточки. И получается вот такой плетень. Что же тут про плетень написано? Тень, тень, поте тень, Выше города плетень, Сели звери под плетень, Похвалялися весь день. Похвалялся лиса, Всему свету я краса. Похвалялся зайка, Пойди, догоняй-ка. Похвалялися ежи, У нас шубы хороши. Похвалялся медведь, Могу песни я петь. Вот, ребята, а я тут заметила ещё слова, К которым можно поставить какие-то вопросы. Кто или что. Например, как похваляется лиса? Она похваляется всему свету я краса. А краса это кто или что? Да, конечно, кто-то из ребят говорит, что это что? Потому что это просто краса. И всё, её не скушаешь, да? Её только можно увидеть. Похвалялся зайка. Итак, мы уже договорились, что зайка это... Слышу? Кто? Правильно, потому что он бегает. А как он похваляется? Пойди, догоняй-ка. А кому это он может сказать? Догоняй-ка. Может быть, ежу? Помните, как ежи перехитрили зайца? Когда заяц хотел победить. Вызвал ежа на соревнования. А ёж был хитрым. Он знал, что зайка быстрее его бегать. Поэтому он пригласил своего друга. И вот друг встал на одном конце поляны. А ёжик сам встал на другом конце поляны. И ёжик начал бегать туда-сюда, туда-сюда. Прибегает одного конца. А ёжик говорит, я здесь. Только заяц бежит в противоположную сторону. Примчался. А тут ёжик ему опять. Я здесь. Так и победили. Ёжики. Зайчика. Да-да-да. Итак, ну смотрите. Ёжики похвалялись. У нас шубы хороши. Шубы. Это кто или что? Верно. Это что? Что? Шубы. Её не съешь. Её только можно носить, да? А медведь как похвалялся? Могу песни я петь. А песня? Это какой вопрос? Кто или что? Конечно, что. Потому что песню можно просто петь. И так, ребята, с вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До свидания. До свидания.